Добро пожаловать на канал Project S, и это первый, а может быть и последний ролик на тему «Как сломать Source Engine». Для чего это нужно? А чтобы люди могли найти решение своей проблемы в подобных роликах. Или же наоборот, приготовить ловушку для любознательных игроков. Итак, сегодняшние два бага, или назовем их уязвимостью движка, присутствуют в коде «Сорс. Скоро как 20 лет». Но это же Valve. Они не меняются. Начнем. Размещаем на карте две двери. Prop Door Rotating. Даем им имена и переходим в Outputs, где пишем «При открытии первой двери — открыть вторую. При закрытии — закрыть вторую». Повторяем то же самое с другой дверью. Все. Заходим в игру и... Вот так вот. Просто мы сломали игру. Но может быть, эта бич только Half-Life? Посмотрим, что будет в других играх. Garry's Mod. Фейл. CSGO. Снова фейл. А теперь барабанная дробь. Новый супер-движок Source 2 в новой пупер-игре Half-Life Alyx. И что же нас ждет? То же самое, Карл! Новый движок — старые проблемы. А вы сомневались, что так будет? Что ж, перейдем ко второй уязвимости Source. Она тоже о взаимодействии нескольких объектов. Допустим, у нас имеется два фанк-физбокс. У каждого свое имя. Размещаем триггер или лоджик ауто. Все, что нам нужно, так это во время игры соединить через Set Parent два объекта. Почему мы это делаем не напрямую через свойства сущностей? А потому что игра крошанется еще при загрузке карты. И вот он, час икс. Мы играем и... Уже не играем. Source, я тебя обожаю. Очень надеемся, что это видео будет полезным и вы поддержите нас. И очень желательно, чтобы в комментариях к ролику вы дописали свои способы поломки Source через Hammer. Напоследок маленькое объявление. Отныне новый ролик будет выходить только после того, как предыдущий набрал тысячу просмотров. Мы не хотим тратить свое время, которого нет, на то, что вам не интересно. Ну а пока... Удачи, домодачи! Субтитры сделал DimaTorzok